В Батревском районе в селе Тарханы проходит Кокелевский пленэр. Уже восьмой по счету. Алексей Кокель, уроженец Чувашии, один из основателей Харьковской государственной академии дизайна и искусств, вдающийся художник. Как и в предыдущие годы, пленэр посвящен миру, дружбе и развитию культурных связей между народами. В первую очередь русским и украинским. В этом году все осталось по-прежнему, несмотря на сложности, появившиеся в отношениях наших стран. Культура вне политики. Больше того, это одна из самых действенных миротворческих сил, один из самых понятных языков. Впрочем, участники пленэра знают и другие. Шановные наши друзья, мы щиро витаем вас на нашей Чувашской земле, на батьки вщине Великого Кокеля. Нехай дружба, ми шукраинцами та чувашами, ми цны языкожным роком, ласкава просима. Карина общается с участниками Кокелевских пленэров уже 8 лет. За это время и язык выучила, и профессиональных навыков набралась. Теперь и рисует свою маму, учительницу Тарханской школы, и бессменную модель. Каждое лето Ружена Родионова достает из сундука бабушки наряд и сидит по 4 часа ради искусства. Такое отношение – одна из причин, по которой художники приезжают на Кокелевский пленэр с удовольствием. Я приезжаю в 3-й или 4-й год, вот я не помню, но мне нравится атмосфера того, что здесь проходит взаимодействие, взаимодействие, взаимодействие людей, тёплые встречи, встречают. И работа, конечно, на пленэре. И очень нравится окружение, архитектурные такие кусочки красивые, домики, натура такая интересная. И тархановские дети. В этом году на пленэр приехали 9 российских и 2 украинские художницы. Студентки, основанные Кокелем Харьковской академии. Впрочем, одна из них уже россиянка Мария Малинина из Симферополя. В Чувашию приехала второй раз. Мы писали в национальных костюмах натуру. Очень интересно, но как бы необычно для нас. То есть я такого никогда не видела, меня аж в прошлом году это всё поразило. Но в этом году нам тоже ставили в национальных костюмах. Очень интересно. Участники пленэра могут познакомиться и с родственниками художника. Среди уроженцев Тархан их много. Но чатый племянник живописца Николай Сергеев с удовольствием показывает бывшее родовое гнездо Кокелей. Сейчас Маша и её подруга пишут Тарханскую улицу. 110 лет назад её на своём полотне изобразил Алексей Кокель. И теперь она стала своеобразным мостом дружбы, на котором встречаются художники разных поколений, разных городов и даже стран. И мы говорим, вот сидим вечерами за чашкой чая у себя в гостиной, среди картин, созданных художниками разных национальностей, разных вероисповеданий. И мы не ощущаем, что нас что-то разделяет люди. Мы все добрые, прекрасные, красивые, целеустремлённые, у которых имеются дети, внуки, любимые люди и так далее. И мы понимаем, что планета, она не создана для войн и для расприй. Слишком мало мы долго, мало живём, и не нужно нам воевать. Как обычно, по итогам Пленера будет собрана большая экспозиция, а каждый художник оставит по две работы в фонд передвижной выставки, которая будет курсировать по школам, детским домам, другим учреждениям. А сами участники Пленера увезут с собой понравившиеся виды Чувашии и приятные воспоминания. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.